Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТВ-21 Буй, в прямом эфире программа «Город хочет знать». Меня зовут Александр Груздев, и сегодня у нас в гостях начальник отдела образования Валенкова Ольга Валентин. Ольга Валентиновна, здравствуйте! Добрый день! От нашего телеканала большая благодарность за то, что нашли время к нам прийти. В текущей ситуации у нас с образованием очень много вопросов у наших телезрителей с коронавирусом, с инфекцией. Мамочки беспокоятся, как их дети проходят обучение. И сегодня мы хотим, чтобы вы подробно и откровенно нам рассказали о том, что происходит. Я постараюсь. Откровенно и честно. Отлично. Уважаемые телезрители, я сразу хочу вам сказать, что мы работаем в прямом эфире. Еще раз напомните, телефончик наш 41712. В любой момент вы можете нам позвонить и задать вопрос Ольге Валентиновне. А я бы хотел начать нашу беседу с того, все-таки, как у нас прошли экзамены, как ребята сдали ЕГЭ, потому что они уже проходили в сложных условиях. И хочется понять, с какими трудностями столкнулось образование системы нашей, да, потому что вряд ли кто-то был готов к такой ситуации. Будет интересно узнать, что творилось внутри. Да, год был непростой. И окончание учебного года, и начало нового учебного года. Но я хочу сказать, что проведение государственной итоговой аттестации в школах прошло достаточно успешно и без нарушений. Конечно, так как мы проводили ЕГЭ в новых условиях в связи с распространением коронавирусной инфекции, в 9 классах у нас не проводились экзамены. В 9 классе аттестаты получили по текущим оценкам. Количество выпускников в 9 классах, это 239 детей выпустились из 9 класса, но при этом есть и аттестаты с отличием. 12 выпускников в 9 классах показали достаточно хорошие, отличные результаты. Единый государственный экзамен у нас традиционно проходил на базе школы номер 2. Он уже традиционно является пунктом проведения экзамена. В этом году были определены условия, что сдают единый государственный экзамен только те выпускники 11 классов, которые желали бы поступить в высшее учебное заведение. У нас из 121 выпускника 11 классов сдавали единый государственный экзамен 102 человека. При этом экзамены проходили в штатном режиме. Конечно, количество детей в аудиториях было меньше для того, чтобы соблюсти нормы, необходимые для нераспространения коронавирусной инфекции. Было также видеонаблюдение, экзамены по выбору. Все остальные процедуры проходили, как это было и всегда. Единственное, что при входе в пункт проведения экзамена у нас проходила термометрия, то есть измерялась температура, и были установлены антисептики, и дезинфекция помещений проходила в постоянном режиме. Обрабатывались ручки дверей, потому что ребята выходили с экзамена попить воды или в туалет. Поэтому эти меры мы все предусмотрели. И хочу поблагодарить и организаторов проведения экзамена, и руководителя второй школы Маланову Наталью Николаевну, и руководителя пункта проведения экзамена Смирнову Ларису Сергеевну. Ну и также вообще всех, кто в этом был задействован, потому что нарушений по проведению единого государственного экзамена у нас не было выявлено. А у нас много надзорных органов, это и прокуратура, и отдел по контролю надзора при департаменте образования. Все акты были получены положительно. Хорошо отработали. Неплохо. А как дети? Ребята, не напугала их такая ситуация, что вдруг им в таких условиях приходится? Может, что-то говорили родители? Что сами учителя говорили? Наверное, по процедуре проведения экзаменов со стороны детей жалоб или апелляции со стороны родителей не было. Конечно, сложность была в том, что последнюю четверть дети обучались дистанционно. И это наложило определенные отпечатки, страх, может быть, именно к сдаче экзамена. Обычно мы традиционно проводим пробные экзамены. Но здесь, в рамках новых условий, вот такого пробного экзамена для 11 классов у нас не получилось. И поэтому первый экзамен был пробным, именно уже в пункте проведения экзамена. И хочется отметить, конечно, что результаты экзаменов, они нисколько не хуже, чем по результатам прошлого года. В сравнении с прошлым годом у нас на один балл повыше показали средний балл предметы, такие как русский язык и информатика. То есть даже лучше стало получается? Когда мы сравниваем себя по прошлогодним. Конечно, есть другие предметы, которые показали ниши результаты, но тоже незначительно. Есть результаты и неудовлетворительные. Но это обычная ситуация, потому что, конечно, все знать отлично. И экзамен в 11 классе – это достаточно сложная процедура и для ребят, чтобы в сжатые сроки ответить на все вопросы. Поэтому, конечно, есть неудовлетворительные оценки. Ясно. Но они могли быть и в обычной ситуации, я так полагаю. Вот что касается удаленного обучения, скажу честно, отзывы слышу разные тоже. И коллеги мои, общаясь с родителями, кто-то доволен. Вот ребята в одном из интервью говорили, ой, как было здорово, что ты тут полежал на диванчике, пошел, что-то там поделал, поработал. Кто-то говорит, наоборот, что это очень неудобно, сложно, и физкультура как-то нужно отправлять, и видеоролики и так далее. Вот расскажите, сложно ли было организовать дистанционное обучение, много ли каких-то ресурсов для этого потребовалось, и как вообще мобилизировать коллектив пришлось, наверное, это же совершенно другой подход. Да. Та ситуация, которая случилась в четвертой уже четверти, дети, уходя после третьей четверти на каникулы, не предполагали ни дети, ни родители, ни педагоги о том, что они, по сути, больше в школу не придут. И эта ситуация им, наверное, и морально, да, как-то сказалась именно вот на... Подбила, подбила, скажем так, ну да. Да, подбила, да, на такое плохое настроение среди общественности. Хочу сказать честно, конечно, вот к такому грандиозному дистанционному обучению мы не были готовы на сто процентов. Да, у нас педагоги обучаются на курсах повышения квалификации, дистанционными технологиями владеют, владеют различными, как бы, работают на различных площадках и используют, ну, различные формы проведения и занятий, и внеурочной деятельности, и урочной деятельности. Но чтобы массово, со всем классом работать дистанционно, это была сложность. Вот в этом случае хочется поблагодарить Костромской областной институт развития образования. Сразу подключились к тому, чтобы обучать педагогов дистанционно, и как правильно провести урок, как правильно выстроить, чтобы не загружать детей, не загружать, ну, соответственно, и родителей, да, и самого педагога не загружать по проверке домашнего задания. Кто-то справился отлично. Конечно, сложность дистанционного обучения испытали на себе, наверное, даже в большей степени сами учителя. Это загруженность в течение всего рабочего дня, а не на 40 минут только урок. Поэтому, ну, были определенные сложности, но я хочу сказать, что и педагогические коллективы с этим справились достойно. Потому что по результатам обучения, вот, по окончанию учебного года, ну, закончили учебный год хорошо, неплохо. Ну, то есть нельзя сказать, что это получился где-то провал какой-то в знаниях, да? То есть ребята получили все, что должны были получить, информацию? Да, получили, но хочу отметить, что у нас, конечно, были отменены всероссийские проверочные работы. Они будут проходить у нас сейчас, но для того, чтобы пройти эти проверочные работы всероссийские, детей будут готовить. Будут готовить, и, соответственно, мы надеемся, что результаты будут неплохие, потому что это, по сути, независимая оценка качества образования. А что понимается, как детей будут готовить? Какое-то дополнительное занятие? На уроках. Обычно в сентябре месяц в школах начинается повторение пройденного материала. А в тех условиях, в которых сейчас дети обучаются, они обучаются очно, соответственно, в любом случае материал повторяется. И я думаю, что они вспомнят то, что они проходили дистанционно, и надеемся, что дети справятся с этими заданиями успешно. Ребята, будьте внимательны, учитесь хорошо. Дорогие телезрители, 41712 – это номер в нашей студии. Прямо сейчас вы можете позвонить и задать свои вопросы, если они у вас есть. А сейчас, Ольга Валентиновна, наши ребята-корреспонденты сходили в школу и посмотрели, как это все происходит. Как меряют температуру, как там ребята заходят в школу. И мы сейчас посмотрим сюжет вместе с вами. Из нескольких школ у нас будут кадры и уже продолжим беседу. В Буе прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. Старт новому учебному году был дан с оглядкой на коронавирус. Так началось обучение по новым антиковидным правилам в школе номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова. Родители в образовательной организации допускать не будут. Исключение есть только для законных представителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. А также родители учеников первых классов. Им в течение первой четверти разрешено в масках провожать и встречать детей. Родительские собрания пока будут проходить в режиме онлайн. Под дулом тепловизора сегодня побывают все школьники без исключения. Встреча со школой теперь будет начинаться именно так, с измерения температуры. Изменилась и входная система для ребят. Дополнительно открыли несколько входов с улицы, чтобы развести потоки. Теперь старшеклассники будут заходить и входить из здания через отдельную дверь, чтобы не встречаться с младшими классами. Кроме этого, обязательно дезинфекция рук. Добавим маски для ребят не обязательны. А вот педагоги обязаны использовать средства защиты. Все эти меры направлены на то, чтобы сохранить здоровье юных жителей области, подчеркнул директор Департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов. К слову, буйские школьники получат дополнительные выходные вне голосования. В связи с тем, что часть избирательных участков разместится в школах, в учебный процесс будут внесены корректировки. 11 и 12 сентября школы, в которых пройдет голосование, будут отдыхать. Таким образом, у ребят получится три выходных дня. Удаленного в обучении не будет. Пропущенные учебные дни компенсируют в первые дни каникул, либо распределят по другим выходным дням. Глядя на эти кадры, хочется сказать, мир изменился. То есть школа выглядит совершенно по-другому. Правильно ли я понимаю, что сейчас так во всех наших школах городских вот такая ситуация? Да, такая ситуация не только в школах города Буэн, но и по всей стране. В Костромской области, в частности. Да, мы в настоящее время создана большая нормативная правовая база по организации работы образовательных организаций, школ и детских садов и учреждений дополнительного образования. Это и созданы новые санитарно-эпидемиологические правила, предписания и рекомендации Роспотребнадзора, постановления губернатора Костромской области, приказы департамента и, конечно же, непосредственно локальные акты и нормативный документ отдела образования и самих образовательных организаций. Вся информация находится на сайтах учреждений, по работе учреждений. Да, в новых условиях мы работаем, поэтому приходится выполнять все требования. В обязательном порядке, как мы видели сейчас уже из репортажа, это термометрия, причем не только детей, но и сотрудников, работающих в учреждении не менее два раза в день. То есть правильно я понимаю, что приходя педагог с утра, и вот та же самая процедура, да? Да, та же самая процедура, обязательно измерение температуры. Вообще, кто переступает порог школы, первое, что выполняют люди, находящиеся рядом, это вахтеры в основном, это измерение температуры. И родителям, да? Тем, кому разрешено приходить. Да, кому разрешено, и родителям в том числе, которые переходят порог школы. Это в обязательном порядке. Обязательно находятся в доступном месте антисептические средства, но и школы обеспечены всеми средствами, и защитными масками, и дезинфицирующими средствами, также приборами, которые обеззараживают именно воздух от вируса. Это и рециркуляры, и бактерицидные лампы. Ну, хочу сказать, конечно, в настоящее время такого количества оборудования у нас не в полном объеме, но приятно то, что область на это выделяет денежные средства, вместе идет и софинансирование из местного бюджета. На сегодняшний день у нас на приобретение рециркуляров выделено 264 тысячи рублей. И сейчас каждая школа дополнительно приобретет для себя вот это оборудование. Этого будет достаточно, чтобы все нормы собрастили? Мы, у нас будут приобретаться они, значит, переносные для того, чтобы можно было переносить данное оборудование из класса в класс. И, ну, по возможности и по потребности мы будем приобретать и дальше. Мы пока работаем, ну, вот так. А что касается самого обучения, то есть ребята, я так понимаю, что не перемещаются между кабинетами, да, или как это все организовано? Да, да, в этом, конечно, это, наверное, не очень удобно, потому что традиционно привыкли ребята ходить, ну, как бы существует кабинетная система, то с 1 сентября этого года кабинетная система отменена. Кроме этого введено еще правило о том, чтобы разделить детей, да, чтобы не было общения классов с классами, сделали ступенчатое расписание. И для каждого класса определено начало первого урока. То есть это время может быть разное. Поэтому рабочий день, конечно, продлился, но до более позднего срока. Это есть определенное неудобство для больших школ, это как тринадцатая, которая учится в две смены, и вторая школа. Но учреждения справляются с этой ситуацией. Пока данная ситуация не выходит из-под контроля, и обучение, ну, вот жалоб со стороны родителей в этом плане пока не поступало. Я так понимаю, что заходя в школу, теперь ребят бегающих весело в коридорах все сложнее заметить, да? Ну, да, это накладывают свои нюансы, такие моменты. Ну, как они сами относятся, что говорят, может быть, родители по этому поводу, или как? Или вообще влияет ли это на учебу? Потому что ведь, ну, как сказать, даже просто передвижение, общение между друг другом, между классами, между ребятами, это тоже важный момент, да? Теперь он вот так сокращен. Как это отразится на знаниях? Ну, на знаниях, наверное, знания должны быть еще лучше освоены, потому что меньше свободного времени. Они не отвлекаются на посторонние какие-то моменты. Ну, в этом плане, я думаю, сейчас говорить об успешности, да? Рано сегодня, только второй день учебный прошел в наших школах. Но будем думать, что это не повредит успехам наших детей. Что касается питания, Владимир Владимирович, Путин подписал указ о том, что дети могут кушать бесплатно, если я правильно понимаю. Расскажите об этом, как удалось организовать работу в БУИ в этом плане? Да, сейчас, буквально в августе месяце даже вышла утверждена статья закона, статья 37 закона об образовании в Российской Федерации, где предусмотрено бесплатное питание в начальной школе. Это классы с первого по четвертый. Определена средняя стоимость питания. Она составляет 57 рублей 58 копеек. Как и в законе об образовании, так и в различных методических рекомендациях говорится о том, что это либо завтрак, либо обед. На уровне области разработано меню по бесплатному питанию именно для первых и четвертых класса, где предусмотрен завтрак на 57 рублей 58 копеек и на эту же сумму обед. Как организовали работу мы? Конечно, пошли по такому пути, что дети, занимающиеся в первую смену в школах, они получают бесплатный завтрак. Дети, занимающиеся во вторую смену, получают бесплатный обед. Это среди первых и четвертых классов. Здесь сейчас все хорошо, сбоев нет, эта система работает? Мы сейчас, конечно, обкатываем это меню, потому что меню другое. У нас были разработаны другое 10-дневное меню. Но данное меню, которое рекомендует Кострома, департамент образования, оно согласовано с Роспотребнадзором, где предусмотрено сбалансированное питание. Мы будем придерживаться данного меню. И, конечно, я знаю о том, что есть сложности пока, но мы с этим справимся. Я думаю, что с новой недели учебной этот процесс будет налажен так, как это требуют правила, как это требуют предписания и рекомендации. Уважаемые телезрители, 41712 – это номер нашей студии. Прямо сейчас вы можете нам позвонить и задать свои вопросы, если они у вас есть. А мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим беседу. Уважаемые телезрители, напоминаю, что вы смотрите программу «Город хочет знать», и мы работаем в прямом эфире. И телефончик в нашей студии 41712, и мне подсказывает, что у нас уже есть звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Ольга. Ольга, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас речь идет о школьниках, а есть ли какие-то новости для родителей дошкольников? Есть ли какие-то изменения в режиме работы детских садов и планы на будущее? Спасибо. Спасибо за вопрос. Это хороший вопрос. Ну да. Что можно сказать по этому поводу? Мы убили школу, да. Мне сказали о том, что с 1 сентября у нас постепенно детские сады тоже переходят в штатный режим работы. Долгое время детские сады работали только с дежурными группами. Сейчас постепенно мы начинаем принимать детей в группы детских садов. Конечно, это не будет так, как в школу, да, сразу все дети пришли в один день. Здесь постепенно приходит детей, пошагово, ступенчато детей в детские сады, чтобы, ну и дети смогли привыкнуть уже к детскому саду, адаптировались после долгой разлуки с детским садом. Ну и, конечно, чтобы работа в этом плане, все условия в новой коронавирусной инфекции были соблюдены, и все правила поведения. Те правила поведения как родителей, так и сотрудников детских садов, они также прописаны в СанПИНАх, точно такие же. Мы также у детей проводим строжайший утренний фильтр, обязательно измерение температуры. И при первых признаках каких-то инфекций мы, конечно, детей не допускаем до детского сада и сообщаем об этом родителям. Я хочу обратиться и к родителям, чтобы и родители соблюдали меры безопасности, потому что мы только вместе можем побороть данную инфекцию. Они должны заботиться о здоровье своих детей, не отпускать их больными как в школу, так и в детский сад. Своим собственным примером показывать, как мыть правильно руки, как себя защищать от простудных заболеваний. Ну сейчас вот сложно же работать с родителями, да, им нельзя приходить в школу. Как вообще взаимодействие организовано с родителями? Какие-то удаленные совещания? Как это происходит сейчас? Да, вы знаете, наверное, данная инфекция внесла свои коррективы и дистанционное обучение в том числе. Уже в течение весны данные, вот родительские собрания в дистанционной форме проходили. И поэтому, я думаю, не будет для родителей сейчас это как-то ново и непонятно. Родительские собрания будут проходить, но вот неочно в настоящее время, вот пока. Я призываю родителей к терпению, потому что мы все заинтересованы в здоровье детей и работников образовательных организаций, а также родителей. А как вообще будет происходить? Давайте представим такую гипотетическую ситуацию, да, то есть ребенок приходит в школу и температура повышена. То есть что дальше будет происходить? Его изолируют, там классы, какие действия будут? Да, в этой ситуации мы просто вынуждены будем изолировать ребенка. У нас в каждом учреждении и в школах, и в дошкольных учреждениях есть лицензированные медицинские кабинеты. Обязательно вызов врача и обязательно вызов родителей для того, чтобы обследовать ребенка на вирус это или просто какое-то общее заболевание. Хочу отметить, что сейчас делом образования и образовательными организациями ведется ежедневный мониторинг по ОРВИ, по гриппу и по коронавирусной инфекции. Но вот на сегодняшний день хочу отметить, что коронавирусная инфекция в настоящее время в школах не выявлена. Но обучение продолжится, да, у ребенка температура, и пока не будет установлено, что это именно ковид, дети будут учиться дальше. Да, конечно, если вдруг такая ситуация случится, у ребенка будет выявлен или у учителя этого класса будет выявлена данная инфекция, то, естественно, класс или группу детского сада закроют на карантин. То есть дети не смогут посещать образовательную организацию, но при этом обучаться не будут, но в дистанционном режиме. Вот к этому надо быть готовыми и детям, и родителям, и педагогическим коллективам. А в этом, ну, как бы ведем разъяснительную работу. Про первоклассников мы с вами упустили один момент. Я знаю, что было какое-то решение губернатора по выплатам. По выплатам, да, расскажите. Да, в этом году достаточно хорошая материальная, ну, неплохая, скажу, материальная поддержка от Костромской области была, именно от областного бюджета. Каждому первокласснику, родителям первоклассника были выделены 2000 рублей на приобретение школьных товаров, принадлежностей для того, чтобы, ну, поддержать семьи, вот, чтобы достойно дети пришли в первый класс. В БУ и все получилось? Всем заплатили? Да, у нас 291 ребенок, они все получили выплаты. По 2000 до 1 сентября. Что будет, если вдруг самоизоляция опять у нас вернется, не дай бог? Готовы ли сейчас уже, вот, имея какой-то небольшой опыт, да, учителя, педагоги, вот сейчас снова нужно на дистанционное обучение? Как это отразится на буйских школьниках, если вдруг так произойдет? Конечно, хотелось бы, чтобы у нас традиционное обучение было в стенах школы, и такой ситуации не возникло, но я думаю, что мы справимся, потому что опыт уже работы есть. Сейчас также проходят курсы с институтом усовершенствования Костромским по подготовке педагогов. Я думаю, что мы с этой ситуацией справимся, мы только приобретаем в этом плане опыт. Но, конечно, очное обучение, оно намного качественнее и лучше. Хочется, чтобы этот опыт не пригодился в дальнейшем. Ну, надо знать дистанционные технологии, да, потому что мир меняется, и технологий достаточно много. Сейчас мы обучаем детей взрослых, у нас точка роста будет на базе второй школы, поэтому оборудование есть, но будем стараться. Что касается учителей, вот хочется узнать, приходят ли новые кадры, приходят ли молодые. Как вот с этим обстоят дела у нас в БУИ? Конечно, проблема, кадровая проблема, она существует, мы не будем ее скрывать. И нехватка учителей есть в наших учреждениях. В основном это предметы математика, русский и иностранные языки. Но с 1 сентября все эти предметы ведутся, то есть учебный план выполняется в полном объеме. Конечно, нагрузка учителей данных предметов, она достаточно высокая. Учителя молодые к нам приходят ежегодно. В этом году у нас 4 специалиста пришли молодые с высшим учебным, из институтов. И приятно то, что в школы возвращаются выпускники. Так, в 9-ю школу пришли 2 выпускницы. Это Рубанова Анастасия Сергеевна, учитель русского языка и литературы, и Церкова Мария Александровна, учитель математики. Это, наверное, такой приятный момент, да, в школе? Мы рады, что в школу возвращаются свои же выпускники, потому что они знают школу, знают преподавателей. Они же являются и наставниками данных молодых педагогов. Хочу сказать, что мы в этом году будем стараться попасть в программу «Земский учитель», где для педагогов, закончив ВУЗ и приехав в малые города или в сельские местность, получают по миллиону рублей. Мы будем стараться попасть в данную программу, чтобы к нам такие педагоги приходили. Мы поддерживаем молодых педагогов и материально стимулируем. У нас предусмотрена материальная поддержка молодых педагогов из муниципального бюджета в размере 5000 рублей. И также стимулирование идет и из фонда заработной платы самого учреждения. Методическую помощь оказываем, наставничество проходит. То есть мы делаем все для того, чтобы молодые педагоги к нам приходили и оставались в наших учреждениях. Потому что дети молодых педагогов любят. Любят больше? Или любят так же? Наверное, интереснее работать. Хотя педагоги со стажем более опытные, дисциплину держат в классе. Дай бог, что их будет больше. Пусть приходят и работают. Насколько я знаю, еще есть какая-то поддержка классным руководителям в школах? Да, с учебного года предусмотрена поддержка классных руководителей из федерального бюджета. Ежемесячно классный руководитель будет получать дополнительно еще к тем стимулирующим выплатам, что за классное руководство предусмотрены уже выплаты, по 5 тысяч рублей. Конечно, это накладывает на классного руководителя и ответственно отношение к своей деятельности. Потому что сейчас есть и разработанные методические рекомендации, которые необходимо будет выполнять. И воспитательная программа как учреждения, так и города в целом. Поэтому здесь накладывается ответственность на классных руководителей. Основные задачи поставлены. Приоритетно это формирование духовно-нравственного воспитания, гражданской позиции и хорошего психологического климата в коллективе. Вот основные, наверное, моменты. Ольга Валентиновна, хочется закончить наш эфиром, к сожалению, время у нас ограничено. Каким-то пожеланием или каким-то обращением к родителям, которые в любом случае сейчас волнуются, переживают, потому что приходится перестраиваться. Что им нужно знать? Как себя вести? Какое у них должно быть настроение? И что они должны говорить своим детям, которые сейчас находятся в школе, чтобы все были здоровы и учились хорошо? Конечно, психологический климат в семье должен быть благоприятным. Это зависит полностью от родителей. Воспитывают школа, но воспитание детей проходит в семье. Наглядным примером родителей. Я, конечно, хочу пожелать, чтобы семьи были здоровы, и родители, и дети были счастливы. И было мир на небо над головой. Успехов в новом учебном году. И у нас все будет с вами хорошо. Будем надеяться на успешное обучение в наших школах. Спасибо вам огромное, что пришли к нам на эфир. Спасибо за ответы на наши вопросы. Вы смотрели программу «Город хочет знать». В гостях у нас была начальник отдела образования Валенкова Ольга Валентиновна. Меня зовут Александр Груздев. И мы прощаемся и желаем всего самого доброго. И, наверное, сейчас, чтобы все были действительно здоровы. Да. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok